Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. У меня сегодня обзор для любителей бюджетной парфюмерии. У меня на обзоре целых 8 ароматов, а также ароматы для дома. В общем, если вам интересно послушать о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, ко мне приехала посылочка. Уже от полюбившегося нам, скажем так, сайта УСА с бюджетной линейкой. То есть мы знакомились с вами с ароматами УСА, да, там производство, по-моему, Эмираты. Но у них также есть и бюджетная линейка Энфекс. Я не поняла, по-моему, это российское производство. Я заказала целых 8 ароматиков, ароматы заказала, которые я знаю. Также заказала ароматы для дома. То есть УСА, да, мне очень понравились. Вот эти вот колбочки, да, вот эти аромодиффузоры. Я вам показываю, да, цветочки были вот эти вот чисто белого цвета. Но когда заполняю жидкостью, жидкости разного цвета, да, цветочки меняют свой цвет. И очень красиво все это выглядит. У меня вот этот вот аромодиффузор, он у меня стоит в коридоре. Также у меня есть диффузоры вот такого плана. У меня уже давно-давно закончилась жидкость в этом диффузоре. Но у меня есть масло, натуральные корицы. И я наливаю воды, это масло. И то есть у меня продолжает благоухать еще и в ванной. И я заказала себе еще три аромодиффузора. Давайте с вами потом с ними разберемся. Давайте же разберемся с вами с ароматами. Я заказала парфюмы, с которыми я хорошо знакома. Так как я дамочка возраста уже преклонного, я тут себе маленькие пометочки сделала. Все-таки 8 ароматов. Я их разносила, я с ними пожила, побыла. В общем, могу уже, так сказать, высказать свое объективное мнение. Сразу же забегу вперед, скажу, что я поражена. Я в шоке. Я сколько смотрела девчонок, все хвалят ароматы от инфес. Давайте же уже начнем. Я покажу, как выглядят коробочки парфюмы по 25 миллилитров. Это вообще шикарный вариант. В сумку бросить, на подарок. То есть все презентабельно. У меня два аромата запакованные. То есть я вам покажу, как это выглядит. То есть все упаковано идеально. Коробочка идеальная. Флакончики из толстого, такого-таки добротного стекла. А здесь мы уже видим, да, на что похожий аромат. Аромат номер 78. У меня это дьявольская антига. Я, если честно, не поклонник этого парфюма. Но мне очень хотелось бы попробовать и послушать именно произведение инфес. Мелкодисперсное распыление. Я, конечно, вообще, вот правда, я реально в восторге. Самое еще главное. Я здесь не слышу вообще спиртовых нот. То есть обычно бюджетная парфюмерия, да. То есть вот начало какое-то такое спиртовое, да. Какая-то, может быть, база. То есть в конце не особо что-то где-то может замылиться. Еще какие-то неприятные ноты. Дорогие мои, во всех этих восьми... Ну, я протестировала шесть. Два мы с вами откроем. Я не услышала ничего неприятного. Дьявольские интриги очень похожи со своим прародителем. У меня есть фирменный тревел от HFC. Он у меня парит. Я им практически не пользовалась. Он у меня безбожный исчезает. И я уже практически там на донышке осталась. Грубо говоря, ну, не добрызгиваю, чтобы иметь представление об этом аромате. И я вам скажу, очень и очень похоже. Я здесь слышу легкую персиковую нотку. Ноточки асмантуса. Это чайная композиция. Аромат с древесными нотками. Сладости здесь по минимуму. Стойкость. Шлейф, энфес. Я еще раз повторюсь, дорогие мои, я поржена. Они, кстати говоря, я так параллельный затест проводила со всеми ароматами, которые у меня есть. Проводила параллельный затест. Держатся одинаково. Я вам даже скажу, что энфес более громче, что ли. То есть для меня оригинал, он более сдержанный. И многие из ароматов более сдержанные, скажем так. Это намного громче концентрация Eau de Parfum. Во всех ароматах Eau de Parfum концентрация. Классный. Древесный, с ноткой персика. Чуть-чуть такая тоже чайная ноточка. Такой аромат, я вам скажу, даже унисекс. Что и оригинал, что и аналог от энфес. Можно, как залапываются, конечно, вот эти вот крышечки. Я так понимаю, что, ну нет, это скорее всего пластик. Но все сделано добротно. Это аромат унисекс. Еще раз повторюсь, я не поклонник дьявольских интриг. Я сносила от ливанта, флакон мне не надо. Сейчас у меня появилась вот эта вот версия. Классный такой. Я могу сказать, что очень интересно звучит аромат именно дьявольской интриги. Точно так же интересно звучит и аромат от энфес. Но я его не поклонник. Ну, такую версию, ну, иногда, иногда хочется поносить. Чуть чайная, ой, чайная, терпковатая такая композиция. Еще раз повторюсь, с легким таким персиковым оттенком, с белыми цветами. Красивый аромат унисекс. Сладости, вот прям по минимуму. Есть ванильные ноточки, но они не переслащивают аромат. Очень аромат от энфес. Скажу я вам, очень и очень похож. Ну, я бы даже сказала 95% схожести. Следующий аромат, ну, это, конечно же, мой любимчик. Задик и Вальтер Дисис Хё. Я не могла его не заказать, так как безбожно подорожал. Я, конечно, запаслась двумя сотками. Еще на барахолке схватила еще и, по-моему, то ли 30, то ли 50 миллилитров. Маленький флакончик там лимитированный. Я, конечно, запаслась. Но и этого аромата, скажем так, мне тоже надо. Пусть будет сумочный вариант. Самое то. Дорогие мои, схожесть с оригиналом тоже меня очень и очень поразила. Но наряду с оригиналом все-таки энфес более посладше. То есть для меня аромат от задик и Вальтер, он такой, какой-то более округлый, более мягкий, более сливочный. То есть вот эти сливочные деревяшки, сандальные, ваниль, красивые такие тоже, белые цветы. Очень, очень похоже. Но здесь больше сладости. Все-таки в задике немножко больше таких терпковатых каких-то ноточек. Но схожесть, еще раз повторюсь, вот с задик и Вальтер, ну, наверное, процентов на 90. А мускусов здесь, выносящих мозг, нет. Ничего не свербит, ничего не мешает. Кремовый, такой уходовый, красивый, уютный. На прохладное время года. Такой очень-очень милый аромат. И от энфес аромат тоже, в принципе, еще раз повторюсь, схожесть. Вот 90%. Вот чуть-чуть больше сладости. Чуть больше сладости. А так очень-очень и очень похож. То есть аромат у меня есть, как говорится, знакомый не понаслышке. Я еще раз повторяюсь и буду повторять, наверное, в этом видео и не раз. Я просто в шоке. Нет никаких неприятных нот. Самое главное, нет спиртовых нот. Я поражена. Такой кремовый, такой он уютный. Такая вот прелесть во флаконе. Задик и Вальтер, это моя любовь, это моя прелесть. Ну, так как я затарилась, да, понятно, что это моя любовь. И этот вариант от энфес, я вам тоже скажу, что для меня супердело, пусть будет. Еще один красавчик, который я люблю, но это Нарцисса Родригес Пудре. И, естественно, я заказала от энфес тоже этот аромат на пробу. Что вам могу сказать? Ну, тоже, ну, тоже очень и очень похожи. Тоже такой же кремовый, тоже такой же пудровый. Ой, как... Очень-очень схожи. Ну, я вам скажу, здесь все-таки на 100%, даже на 90% Родригесовского мускуса не уловили, ребята. А здесь все-таки такой мускус ближе к амбре деревяшечкам. Уже наелась, слушайте, ароматов. Ничего себе. Такие они вот летучие. Дорогие мои, еще раз повторюсь, стойкость. Шлейф. Ну, шлейф у многих ароматов, скажем так, на вытянутую руку. То есть километрового, всезаполняющего. Как-то я такого не заметила. Ну, это еще и в дальнейшей носке все-таки больше проявится. Но пудра, роза, белые цветы, ваниль. Это пудра, это кремовость. Очень красиво. Но вот все-таки Родригес немножко понежнее, понежнее ароматик такой. Но тоже как вот сумочная версия. Иной раз, если нанес на себя, хотя Нарцисса Родригес я целый день от себя слышу, комплименты получаю. Ну, если вдруг захочется чуть-чуть обновить, тоже версия, в принципе, водичка здесь немножко такая желтоватая. А все-таки ваниль присутствует, может и в конце концов водичечка еще немножко потемнеть. Классные. Еще раз повторюсь. Кремовые цветы, пудра, розочка очень хороша слышала. Белый вот эти вот, жасминчик. Чуть-чуть такой горьковатые нотки и сладкие ноты. Ой, ну я... Когда любишь аромат, вот правда, ты не знаешь, как его вот описать. Но мускус все-таки здесь немножко погрубее, чем у Нарцисса Родригес. Тоже версия Нарцисса имеет место быть. В чем я больше была поражена, дорогие мои? Это версия от Killian Angel Share. У меня есть аромабокс от Killian. Ароматы Killian стоят каких-то сумасшедших бешеных денег. Но версия от Infes. Вот здесь попадание, я вам скажу, наверное, 98%. Я слышу здесь алкогольные нотки. Такой вот, знаете, прям коньячок. Я здесь слышу персиковые ноточки. Тоже какой-то такой османтус или персик. Легкая такая кисленькая нотка, как будто бы от сухофруктов. Древесных аккордов очень много. То есть этот алкоголь в древесной бочке. То есть попадание, я говорю, вот эти персики, алкогольность, древесные ноты, капелька ванили. Как будто бы замшевый аккорд. Просто красота. Я их тестировала параллельно на руке. Если честно, я потом запуталась, какой из ароматов на какой руке. Попадание, вот просто шикарное исполнение. Я вам скажу, даже версия N-FES громче и стойче оригинала. То есть оригинал на мне сидит как-то так спокойненько, уравновешенно, такое, можно сказать, тихий. И вот прям тихий-тихий. Эта версия прям шлейфит, громчайший, стойкость великолепная, громкий, шлейф прекрасный. Вот это у N-FES удалось. Такой он тоже схож с оригиналом. Версия унисекс, 100%. Алкогольность, древесные бочки, с сухофруктовыми нотками, какие-то персики, османтус, абрикос, легкая какая-то замшевая нотка. Красота тоже прекрасный, прекрасное исполнение. Я, ребят, поражена. Я просто поражена. Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам, что вот девчонок слушала, смотрела. Я реально просто в восторге. Следующая у меня версия, это у меня версия уже Каролина Эрелла Гюдгерл. Конечно же, знаменитая туфелька. Естественно, туфелька у меня тоже есть. И тоже это очень и очень похоже. Это те же самые белые цветы. Это миндальные нотки. Это ваниль. Это пролине. Это какие-то шоколадные оттенки. Чуть-чуть каких-то даже ягодных ноточек. Просто великолепно. Просто супер. Тоже попадание, я вам скажу, на 95-98%. Тоже красота. Женственный. Такой вечерний вариант от Инфес. Так же, как и от Каролина Эрелла. Туфелька. Просто такой для девушки, которая хочет показать себя во всей красе, что вот я вот такая. Как говорится, я не жду трамвая. Великолепно, великолепно. Миндальные аккорды, сладковатые нотки, пролине, какая-то шоколадность, легкий ягодный аспект. Просто чуть-чуть горчинки жасмина, ваниль. Просто супер, супер. Я буду еще 16 раз повторять, что ароматы просто-просто-просто супер. Еще один парфюм, который, как говорится, мне очень-очень нравится. Это у меня Киллиан Блэк Фантом. Естественно, я не могла не заказать и его. Попадание тоже 98%. Это вот как пить дать. Как им это удалось? Что за сырье? Да, многие могут ругать, говорить. А, вот что, вот они вот это вот все слезали, все дела. Ну, я не сноб. Если красиво собрано, почему нет? За Киллиан я пока не готова. По-моему, там 50 мл Блэк Фантом в районе 20 тысяч. То есть, соответственно, сотка там и мама дорогая. Пока я не готова с такими деньгами расставаться. Я взяла себе тревел, скажем так, 8 мл. Ну, сейчас у меня 25 мл этой красоты. Это кофе. В первую очередь я слышу здесь кофе. Это ванильные нотки. Это тоже как алкогольность, какая-то ликерность. Аромат такой терпкий, аромат унисекс. Аромат именно на прохладное время года, тоже на вечернее время. Просто шикарный. Нет здесь тоже каких-то этих мускусов, которые будут выносить мозги, там свербить. Просто великолепные. Древесные нотки. Ваниль. Шоколад. Алкогольность. Для меня, я говорю, как будто какой-то даже ликер с таким немножко шоколадным аспектом. Просто великолепно. Делала параллельный затест. Тоже, я вам скажу, даже громче звучит, чем оригинал. Просто, просто великолепие. Между прочим, я сегодня его на себя наносила. Как бы мне не соврать, с 7 утра и до 5 вечера, то есть я и принимала душ, я аромат от инфес слышала от себя. Киллиан Блэк Фантом тоже поражена, поражена, в восторге, в шоке. Как красиво все-таки, дорогие мои, красиво. Да, придумали, как говорится, Киллиан, но воплощение инфес тоже просто великолепно. Ну и что, дорогие мои, давайте распакуем с вами то, что я еще не протестировала. Это у меня аромат Андромеда от Тициана Терензи. Как мы, как говорится, знаем, что, ну, во всяком случае, я тестировала Андромеду в магазине. Для меня она, как бы, намного лучше, чем кирки, те же самые, потому что в оригинале очень мало амбра-деревяшек, того самого свербящего мускуса. Для меня это фруктово-цветочный аромат. Сейчас посмотрим это все в исполнении инфес. Как же им удалось. То есть я уже слышу такое фруктовенькое звучание, по-моему, уже. Но нет, здесь, по-моему, да-да-да, здесь все-таки мускуса не пожалели, как в кирке. Похоже на том. Так что давайте, дорогие мои, тестировать. Ну, я знаю любителей такой тяжелой альтерели. У меня и сестра, и племяшка любят все это такое. Ой, ну нет, нет, вы знаете, мускус чувствуется, знаете, похож с кирки. Да, нет, все-таки много мускуса. Мускус сейчас проявляется. Из-за этого мускуса я не могу расслышать всех нот. А пирамида-то, андромеда-то, мам, дорогая. Там и фрукты, там и цветы, там и ягоды. Но нет, я слышу, да, экзотическую какую-то сладость, фруктовость, цветочность. Но нет, нет, дорогие мои. Да, может быть, и мне казалось в магазине, вот я тестировала андромеду, все-таки она менее амбро-деревяшистая. Здесь не пожалели этого свербящего мускуса. Ну, есть любители таких ароматов, дорогие мои. Присмотритесь, кто любит кирки. В этом направлении все ярко, все так сочно, все насыщенно, все просто. От вас будет, мне кажется, вот это целый день. Просто великолепие. Кто любит. У меня тут недавно молодой человек тоже пришел вот там, набрызганный вот этим. Вот, ну, я говорю, я не знаю, дорогие мои. Я задыхаюсь, я такое не могу. Ну, я знаю, кому подарить. Да простят меня любители направления кирки. В свое время, вот, разлюбила, не могу после известной болячки, я такое не могу. Ну, все, либо племяшки, либо сестренки, этот ароматик у меня в подарок пойдет. Ну, дорогие мои, на подарок. Ой, 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 сейчас еще буду ронять. Вот такое оформление. На подарок. Ну, это же супер. Ну, это, ну, я говорю, я поражена. Буду петь оду. Энфес. Следующий, дорогие мои, аромат. Я не знаю, конечно, услышу, я сейчас его не услышу, но это у меня аналог, номер 37, аналог на молекула, эсцентрик молекула, молекула первая. Даже не эсцентрик, а первая молекула. У меня этого аромата нет. Я его тоже не особо люблю, но мне прям очень интересно стало, как же молекулярные ароматы, как с ними справились, энфес. Я его знаю, этот аромат не понаслышке. У меня коллега на работе пользуется. Им уже продолжительное время. Мне кажется, у нас все стены пропахли, как говорится, этим ароматом. Ну и да, и на флакончике видно, на что это вам отображается 10, но на самом деле 0,1. Давайте же будем, наверное, я нанесу его все-таки на кожу. Не побоюсь я этого, потому что молекулы мы сами с вами знаем, да, там с блотера вряд ли что-то я услышу. Ну, да, что вам могу сказать. Древесные аккорды, и сои супер, аромат свежести. Чуть-чуть вот я его сейчас после таких громких ароматов, надо было мне его самым первым все-таки распечатать, не разбрызгивать. Все, я наелась, дорогие мои. У меня полный рот, полный нос ароматов. Это вообще капец. Какие они насыщенные. Какие они насыщенные. Деревяшки, аромат чистоты, вот какая-то такая свежесть, легкость. Кто любит ароматы свежевыстиранного белья, вот вам сюда. Ненавязчивый такой древесный запах. Вы можете его от себя и не слышать, но окружающие 100%, я еще раз повторюсь, коллега у меня пользуется этим ароматом. И просто у нас пропахли все стены, поэтому я не удивлюсь. Слушайте, дорогие мои, а я тут какой-то цитрус, что ли, улавлю? Или мне уже это, это мне, наверное, скорее всего, с Андромеды уже прилетело? Ну, еле-еле слышен точно так же, как и, в принципе, эсцентрик молекул, молекула 0.1. Вот и соя супер, деревяшки, свежесть, чистота. Удалось, я вам скажу, удалось и молекулярный аромат, так сказать, сделать подражание. Я в восторге, я в восторге, я в шоке. Я говорю, и спиртовых нот-то я не слышу. Вот в чем дело. Даже вот в молекулярном, скажем так, исполнении я не слышу спиртовых нот. Я поражена. Я в восторге. Молодцы, что могу сказать, если это Россия, но это просто великолепие. Я звезда в шоке. Ну и что, мои дорогие, конечно же, давайте же уже с вами распакуем. Я заказала целых три аромата для дома. Два себе оставлю, один кому-нибудь подарю. Один у меня это черри, алманд. Это у меня вишня с миндалем, я так понимаю. Потом у меня синамон-оранж. Это, я так понимаю, что у меня корица с апельсином. И еще один аромат, но это у меня табакованил. То есть аромат, все приходит, дорогие мои, запаковано в идеале. Пупырки, все доходит великолепно. То есть табакованила. Давайте табакованила с вами же рассмотрим сразу же. Так, тут, как всегда, голограммочкой все защищено. Чтобы, не дай бог, где-то там не открыли ваш этот диффузор. Я уже показала, как выглядит диффузор. Какая жидкость насыщенная, боже. Как всегда, вот они эти палочки. Можно, вы знаете, воспользоваться и, например, там пару палочек. Так, что-то у меня тут... Однако, ой, у меня маленько, что ли, тут пора текало. Или что? Что тут у меня такое? Что тут у меня такое? Вазочка, да? Это напоминает, как раньше, вот эти вот хрустальные вазы. Но это просто здорово, великолепие. Естественно, вот эта крышечка, которая здесь сверху закрывается. Но вот тут вот что-то у меня маленечко какое-то, как будто протекло. Вы знаете, ну что-то на табакованиль вот здесь вот не похоже, во всяком случае. То, что протекло, у меня здесь голимые цитрусы. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас я открою, конечно, жидкость. Понюхаю. Пока что заполнять я не буду. Я еще порешаю, какой мне оставить себе, какой подарить. В общем, вы поняли, да, как все это выглядит. Давайте же попробуем с вами аромат. Так, да, нет, он вроде хорошо у меня тут. Ну, нет, немножко вот что-то, видимо, может быть, что-то, да, подтекло. Ну, я вам скажу. Аромат больше в цитрусовую сторону. Цитрусы, древесные какие-то нотки. Ваниль слышу. Ну, табак пока мне, как бы, табак мне пока не положили, если честно. Может быть, потом он заиграет какими-то табачными нотками. Пока что слышу большое количество цитрусов. Причем такие кисленькие цитрусы. Кисленькие цитрусы, ваниль. Но не переслащенный. Вы знаете, он такой какой-то свеженький. Не знаю, дорогие мои. Какая-то терпкость есть. Терпкость, немножко горьковатость. Может быть, все-таки потом он будет, когда стоять, да, вот отдавать свой аромат. Может быть, тогда появится какая-то, какие-то терпкие, горьковатые нотки здесь присутствуют. Ну, здорово, великолепно. Я, говорю, полюбила эти диффузоры. Знаете, чем они мне еще нравятся? Так как я человек, который использует много ароматов и всегда что-то тестирует, и всегда что-то, как говорится, у меня в разносе, мне самое главное, чтобы это не было навязчивым. Потому что постоянно находиться в ароматах, да, это тоже, скажу я вам, такое себе еще испытание. И они, вот эти диффузоры, они, когда ты находишься дома, если честно, я могу даже их не слышать. А когда я захожу домой или захожу в ванну, я слышу, вот в ванной у меня отголосок сейчас корицы. То есть захожу домой, у меня такой какой-то немножко древесный, как будто бы я захожу в спа-салон, знаете, вот такие какие-то благовония, как будто бы воскуриваются. То есть именно ароматы не навязчивые. Это тоже мне очень-очень нравится. Я говорю так, как человек, который постоянно с ароматами, то есть иногда хочется от них и отдыхать. И вот эти диффузоры прям здорово, великолепно. Тоже, кстати, маме племяшке подарила, они тоже все в восторге. Тоже так же крышечка распакована с вами. Синамон. Синамон. Ну, в общем, я не буду коверкать. Дорогие мои, всю информацию, все, названия, ссылочки, именно на сайт USA Shop.ru оставлю вам ссылочку, где можете посмотреть, ознакомиться с ценами. Ароматы, по-моему, до 900 рублей, что-то такое вот цена. Еще тем более всегда на сайте проходят какие-то скидки, акции. То есть проходите, смотрите, изучайте всегда. Все под видео, все я оставляю. Также палочки. Такая же у нас, наверное, вазочка. Ну, не наверное, а так и есть. Точность такая. Тут у меня уже ничего не протекло. Точность такая же вазочка. Вот сюда крышечка. Сейчас мы с вами протестируем, понюхаем, чем же пахнет. Побоняем, чем же пахнет. А то некоторым не нравится, как говорится, нюхать. Ну, а как мы ароматы нюхаем? Опять же. А тут, вы знаете, ва. А тут такой какой-то древесный. Вы знаете, да, корица. Как будто бы немножко лекарственный такой аромат. Ага, тоже жидкость темная такая. Тоже палочки будут темными. Какая интересная, вы знаете, штука. Такой горьковатый. Немножко лекарственный. Не надо открывать вот этот вот тут же мемраном. То есть защищает, чтобы ничего не проливалось. Ну, я вам скажу здесь. Да, вот я говорю, какая-то немножко лекарственная нотка. Сладости практически нет. Я так думаю, что это будет прям вообще великолепие. Такой древесный. Чуточку вот этой лекарственной нотки. Корицы. Горьковатые ноты. Ой, очень-очень-очень тоже великолепные. Вот этот табакованиль почему-то меня удивил. Что там, как бы, скажем так, каких-то табачных прям нот. Я не услышала. И больше цитруса. Ну, будем посмотреть, как это все делает. Это все-таки концентрат. Как он будет себя вести в помещении. Ой, ну-ка, ну-ка. Ну, столько красоты. Ну, я просто... Моя жаба лекой. Все в дом, все в дом. Мне все надо. Ну, я не знаю. Я так... Ой, оторвала совсем. Я так же понимаю, что меня же смотрят такие же парфовлеченные люди, как я. Нам все интересно. Я не знаю, как вам. Ну, я все пробую, все нюхаю, все разнашиваю. Для меня все интересно. Здесь уже такая малиновая жидкость. Что-то маленькое, что-то вот подтекает. Видите, что у меня тут и на наклейке. Что-то тут, да, маленькое. Вот у меня здесь тоже чуть-чуть вот это протекло. Это вот, ребятам, надо что-то маленечко, скажем так, дорабатывать, если это все. Да, у меня прям мокренькая такая вот эта крышечка. Ой. Какая-то, знаете, я вам скажу, терпкая ягодность тут присутствует. Слышу сразу же ягодки. Я бы не сказала, что прям эта вишня-вишня, это же у меня вишня, миндаль. Очень, очень миндальный аромат. Легкий такой ягодный аспект. У меня здесь маленечко протекло. Ой, на столе у меня. Какая она, она же масляная. Ну-ка. Ой, прям миндальность, миндальность. Чуть-чуть ягодного аспекта. Тоже аромат не сладкий, не переслащенный, совершенно такой без сахара будет тоже, мне кажется. Ой, какое великолепие. Вот этот мне больше всех пока что понравился. Черри алмонт. Это вот у меня вот такая вот штуковина. Ммм, прелесть. Такая какая-то с горчинкой. Вот эта вот ягодность, терпкость миндаля, такой какой-то ореховый аспект. Чуть-чуть древесных ноточек. Ммм, вот этот мне больше всего понравился. Вот этот я сто процентов оставлю себе. Подумаю, какой еще. Или корица, или все-таки табакованель. Ну вот немножечко-немножечко у меня тут все это дело чуть-чуть подтекло, но не критично. Масляный. Какой масляный след оставляет на руках, я не знаю, вам видно, не видно. Ну, кстати, надолго, надолго хватает. У меня, я не знаю, наверное, больше месяца использую. Но я такая, я чуть-чуть водички подливаю, распадляю. Еще раз повторюсь, я не люблю сильно насыщенный аромат, чтобы мне весь воздух в доме вот это вот заполоняло вот именно такими громкими ароматами. Поэтому я даже немножечко разбавляю водой, чтобы было это все-таки менее-менее насыщенно. Так что, дорогие мои, вот такая у меня красота. Я вся в шоке, я вся в восторге. Ароматы, еще раз повторюсь, никаких неприятных нот, никакой некрасивой там замыливающейся базы. Не слышу в них ни спирта. Просто сделано велик. Да, некоторые ароматы не совсем, скажем так, попали. Особенно, вот, например, пудре Нарцисса Родригеса не удалось мускус фирменный Нарцисса передать. Ну, в этом, так сказать, и суть, что все-таки у Нарцисса Родригеса специфически такой свой интересный мускус. А так, я просто, я просто в восторге. Я очень рада, что, если это Россия, молодцы, молодцы. И хочется поддерживать российского производителя. Все ссылочки, все оставляю в инфобоксе. Проходите, смотрите. Проходите на сайт, выбирайте себе. Я вам скажу, класс. Кому по денежкам, ну, многие ароматы, тот же задик, сколько сейчас стоит бешеных денег. Также пудре, да, что говорите, и Киллиан, и Гудгерл тоже там, если на скидках только вылавливать. А так, цены просто, конечно, бешеные. Это вот очень-очень шикарный вариант и выход из положения, если денежек нам не хватает. Ну, а на этом у меня сегодня все. Я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Я в восторге. Желаю вам всего самого-самого хорошего. До новых встреч. Увидимся скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok